Мы сейчас будем готовить львовский сырник, это очень вкусно, готовится он очень просто, с очень простых продуктов, все натуральное, никаких порошков, никаких смесей там ненужных, все натуральное, все очень вкусно, достаточно быстро и в общем-то их любят все, вот сколько мы это. Это наша коллега Люся, которая будет помогать, она очень красиво украшает, поэтому мы будем с ней делать это вдвоем. Этот десерт – настоящий символ Львова, города, в котором его виртуозно готовит каждая уважающая себя хозяйка. С сырником львовяне гордятся так же, как гордятся тортом «Захер» жители Вены. Достаточно простой рецепт, мы берем килограмм творога, творог должен быть жирный, он не должен быть там нулевой процент жирности, только жирный, 9%. Далее разбиваем 8 яиц, пропорции нарушать нельзя, это важно. 250 грамм сахара, это все смешивается блендером, смешать нужно хорошо, поэтому должно получиться как однородная масса. Процесс шумный, не быстрый. Когда все готово, добавляем манку. 70 грамм манки. И пачка масла сливочного. Обычное масло, кто какое предпочитает, чтобы это было не меньше 82%. Лина не из Львова, как могло бы показаться, глядя на то, как она виртуозно замешивает массу для львовских сырников. Она приехала из Бердянска, что в 80 километрах от Мариуполя. Как каждая женщина, дома я всегда что-то готовила. Ну, не так много, конечно, как здесь, это не было моей основной профессией. Я по профессии инженер телекоммуникации. Я занималась интернетом, я подключала интернет, да. Я достаточно долго работала на большой компании телекоммуникационной. У меня техническое образование одно, и маркетинг, и менеджмент – это второе мое образование. То есть у меня два высших образования. Поэтому, что я буду когда-то готовить, и что я буду когда-то работать на кухне, мало того, что когда-то у меня будет кафе, я вообще этого никогда себе не представляла. Девиз Лины – быть лучшей в том, что ты делаешь. Она вспоминала все рецепты, которым когда-то учила бабушка. И теперь ее львовским сырникам в городе нет равных. Сюда еще необходим изюм. Кто-то любит изюм, кто-то любит цедру лимонную, кто-то любит цедру апельсиновую. То есть сюда подойдет все, что вы любите. Орехи не пробовали сразу, Гаврил. Поэтому не могу сказать, как это будет себя вести. Но мы делаем с изюмом, это очень вкусно. Получившуюся массу раскладываем в формы. Можно в одну, большую, а можно вот в такие маленькие. Это быстрее и аккуратнее. И ставим в духовку. Но есть нюанс. Когда ставят на противень ложится, обязательно нужно в противень наливать воду. Обязательно. Это непременно условие. Мы пробовали и с водой, и без воды. То есть мы поставили один противень с водой, а один противень без воды. Так вот без воды он получился суховатый, неровный, то есть какой-то некрасивый. А вот с водой он получился идеальный. Выпекаем сырники при температуре 150 градусов 20 минут. А дальше самое интересное. Готовим шоколад, в котором будем купать наши творожные брусочки. Шоколад должен быть горьким, чтобы оттенять сладость творожной массы. Вынимаем сырники, остужаем в холодильнике, достаем из формы, и дальше начинается поистине ювелирная работа. Каждый брусочек окунается в шоколад, а затем украшается всем, что душа пожелает. И получается вот такой вот шедевр, совсем не похожий на то, что мы подразумеваем под сырником. Ну что, друзья, я впервые пробую львовский сырник. Посмотрим, что у нас получилось сегодня. Это прям божественно. Я бы даже сказала, что это похоже на какое-то пирожное больше. Если бы два года назад Лине сказали, что она покорит Ригу львовскими сырниками, она бы посмеялась. Заниматься кулинарией не входило в ее планы, но все изменила война. В Бердянск вошли оккупанты. Неделями она с дочерью сидела в квартире с занавешанными окнами, в страхе выйти на улицу. Когда открыли коридор для эвакуации, села в машину с одним чемоданом и поехала на подконтрольную территорию в Запорожье. Путь, который обычно занимал два часа, затянулся на 15. Я просто стоял о том, чтобы выехать оттуда и остаться в живых. И это не фигура речи, это действительно так. Когда мы ехали, дорога пустая. Собирается 5-6 машин, и вот они стараются держаться друг к другу. Понимаете, вот трасса, она пустая. По бокам лежат сгоревшие машины. От бомбежек, воронки. Вдалеке слышны взрывы. И по этой пустынной трассе едут 5-6 машин, эвакуируются. На машинах написаны дети. К зеркалам боковым привязаны белые платки, белые простыни, что-то белое, что показывается, что это мирные жители. И на каждом блокпосту нас проверяли. На каждом блокпосту мы испытывали жесточайший стресс, пока мы это все проехали. Когда Лина добралась до блокпоста ВСУ, как будто из-под воды вынырнула и снова задышала, вспоминает она. Но Запорожье тоже начали бомбить, и она уехала с дочерью в Ригу. У меня в чемодане были только летние вещи, потому что на Украине достаточно тепло. Мы приехали сюда в начале мая, у нас уже было лето. А сюда мы приехали, это было еще не лето. То есть денег было мало, вещей было мало. То есть что-то нам дали знакомые, какие-то куртки теплые, для того, чтобы мы просто не замерзли. Лина устроилась работать поваром, а потом открыла свое кафе прямо под Рижской думой. Моя новая деятельность для меня это все очень было новое. Да, это было все очень новое, это все были какие-то шаги, которые, ну, приходилось где-то себя преодолеть, где-то себя поломать. Да, это было. Но также я понимала, что другого пока у меня нет. И то, что я делаю на данный момент, я должна делать это хорошо. Украинской кухней Лина не ограничилась. Пытаясь как можно лучше адаптироваться к жизни в Латвии, устроила в помещениях кафе бесплатные курсы латышского языка. А потом и разговорный клуб. У нас вся неделя полностью заполнена. У нас понедельник, среда и пятница у нас уроки латышского. Они идут очень жестко, в очень темпе хорошем. Два с половиной часа у нас прекрасный преподаватель Кристина. Вторник и четверг у нас вторник разговорный английский, четверг у нас разговорный латышский. То есть у нас все дни заняты, у нас мы пытаемся быть в активной жизни Латвии. То есть мы хотим, мы хотим этого, мы хотим показать, что мы можем быть полезны этой стране. Мы хотим адаптироваться, конечно. Лина очень скучает по дому и очень хочет вернуться в Украину. Но ничего не загадывает. Два года назад она поняла, что строить планы бессмысленно. Жить нужно сегодняшним днем. Радоваться ему и радовать окружающих. Например, умопомрачительными львовскими сырниками. Елена Вихрова, Никла в Срубине, с Латвийской радио 4, специально для Русс ЛСМ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...